Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 ноября, Православная Церковь совершает память святых Стефана Милутина, короля сербского, брата его Драгутина и матери их Елены. Святой Стефан был младшим сыном короля Стефана Уроша I и внуком первовенчанного короля святого Стефана. Он правил Сербией с 1275 по 1320 год. Престол Стефан Милутин получил от старшего брата своего Драгутина, верного христианина, который после недолгого царствования передал власть брату, а сам, возлюбив отшельничество, затворился в Среме, где совершал тайные подвиги в яме-могиле, выкопанной собственноручно. В своей праведной жизни святой Драгутин много трудился над обращением к истинной вере еретиков-богомилов. Богомилы создали свое христианство, нисколько не похожее на истинную религию Христа, из которой еретики заимствовали лишь внешнюю форму, но не сущность. Вместо единого Бога-творца, промыслителя и спасителя они признавали двух богов, отвергли весь Ветхий Завет, а Евангелие понимали совершенно своеобразно, считая евангельскую историю за мифологию. Христос для них обманчивый призрак, тень, а их строгая нравственность не христианского характера, потому что христианство не требует уничтожения телесной природы, презрения твари, отрицания всех отношений между людьми. Богомилы были так высокомерны, что надеялись силою одной своей воли достигнуть идеального совершенства на земле и не признавали благодатной помощи свыше, необходимой для поврежденной человеческой природы и так далее. Таким образом, богомилы, вопреки их собственному мнению, вовсе не были истинными христианами и представителями чистого евангельского учения. Задавшись целью одухотворить христианскую религию, богослужение и жизнь общества, они взамен того создали секту, опасную не только для церкови, но и для государства. После многих праведных трудов последовала блаженная кончина святого 2 марта 1316 года. Святой Стефан Милутин, став королем мужественно, словом и делом, часто с оружием в руках, защищал православных сербов и другие единоверные народы от многочисленных врагов. Благочестивый Стефан не забывал благодарить Господа за все его благодеяния. Им построено было 40 храмов, множество монастырей и странно приимных домов. Особенно заботился святой об афонских монастырях. Когда сербское королевство пало, монастыри остались очагами национальной культуры и православия в сербском народе. Святой Стефан скончался 29 октября 1320 года по старому стилю и погребен в Банчской обители. Через два года были открыты его нетленные мощи. Святая Елена, благочестивая мать своих святых сыновей, по смерти мужа всю жизнь посвятила богоугодным делам. Строила дома для обнищавших поселян, устраивала обители для желающих жить в чистоте и девстве. Близ города Спича она воздвигла реческий монастырь и наделила его угодьями. Перед своей кончиной святая Елена приняла иночество и отошла ко Господу 8 февраля 1306 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священномученика Зиновия, епископа Игейского и сестры его мученицы Зиновии, апостолов от 70, Тертия, Марка, Иуста и Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракузского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Солунской, а также новомучеников и исповедников российских. Священномученика Матфея Казарина Диакона празднуется обретение мощей святителя Агафангела, исповедника, митрополита Ярославского. Совершается празднование Озерянской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудивающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Агентства Болитвы Болитвы Субтитры создавал DimaTorzok